В Москве прошла конференция Нам нужно осмысление того уникального опыта, очень разного, разнообразного опыта, который накопился уже у многих и общественных организаций, и у тех благотворительных организаций, у тех, скажем, центров, которые работают с детьми, с разными детьми. В наших учреждениях сегодня очень непростые дети. Это либо дети старше 10 лет, которые уже прошли свой непростой путь, и которым очень непросто адаптироваться в семья. Либо это дети с серьезными проблемами здоровья, с инвалидностью. И работать с ними должны профессионалы, и поэтому новые проекты, новые идеи возникают сегодня в Москве, как работать с такими детьми, чтобы и эти дети оказались в семье. В столице создаются социальные центры семейного типа, запущенная система материального поощрения родителей, берущих под опеку детей. Правительство Москвы предоставляет семье квартиру, но 10 лет они должны отработать в качестве приемных родителей. Этот пилот у нас пошел. Мы 20 таких квартир в прошлом году выделили. В результате 102 ребенка были взяты из организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 25 ребенков – это дети инвалиды, и 58 – это дети старших возрастов. Именно детям старшего возраста и имеющим инвалидность особенно трудно найти новую семью. К этим категориям приковано повышенное внимание. Гости конференции познакомились с уникальной семьей Гореловых, в которой растут 11 детей. Благодаря практичной планировке в их квартире просторно и уютно, есть место для учебы, увлечений и отдыха. Здесь занимаются творчеством, любят спорт и путешествия. Домашняя обстановка для детей, оставшихся без попечения родителей, создана в Центре содействия семейному воспитанию «Полярная звезда». Первые пять учреждений такого типа открылись в Москве в 2013 году, а уже в нынешнем их станет 30. И таким образом перепрофилированы будут все организации для детей-сирот. Их главная задача – найти приемную семью для каждого воспитанника. С переходом в Россию, скажем так, Крыма и города Севастополя, мы позаимствовали немного опыт Москвы и уже создали Центр содействия семейному воспитанию. Поэтому, естественно, я приехала сюда вместе с коллегой, с органа опеки и попечительства, для того, чтобы посмотреть своими глазами, как говорится, как это сделано в Москве. Традиционно участвует в судьбе сирот, оказывая помощь в разных форумах православная церковь. Я бы хотел добавить к названию нашей с вами конференции «Каждый ребенок имеет право на счастливую и благополучную семью». Я думаю, что это подразумевается, конечно, и все это вы понимаете. Но мне кажется, вот это уточнение очень важно. И у нас под моим тоже попечением находятся три детских дома в Москве. Создан детский дом для детей и инвалидов. Недавно единственный такой не государственный детский дом с помощью Владимира Ошаковича и наших органов государственных. Православный Свято-Софийский детский дом для инвалидов с тяжелыми нарушениями развития стал первым негосударственным учреждением такого рода. Но создавался он и частично финансируется из бюджета города. Это новая форма социального партнерства, которая уже признана эффективной. Предупредить тяжелые конфликты в семье, а если надо преодолеть их последствия, дать временное убежище в трудной жизненной ситуации, призван кризисный центр помощи женщинам и детям. Центр социальной адаптации помогает выпускникам детских учреждений перейти к самостоятельной независимой жизни. Все новые формы социальной работы в столице создаются в тесном взаимодействии с общественными организациями. Мы всегда были готовы, мы всегда хотели этого диалога и всегда хотели быть равноправным участником всего, что происходит в этой сфере. Но не удавалось нам, к сожалению, поэтому это прошла власть к нам на встречу, за что очень благодарны ей. И это не просто общественные организации, а это люди в этих общественных организациях, которые приняли в свои семьи детей-сирот. При этом целый ряд семей, которые воспитали до 30 и больше детей. Конечно, они лучше, чем кто бы то ни был, лучше, чем чиновники, лучше, чем мы, уполномоченные, видят те проблемы, на которых нужно сконцентрировать внимание. Во взаимодействии с общественными организациями и властными структурами, уполномоченные по правам человека и по правам ребенка осуществляют защиту законных интересов детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова